Азия Большая Игра 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 И, скажем так, позиция России не совсем очевидная в том смысле, что Россия, не ночуясь сторон, не встает, для Рахмона в этом смысле является уже не очень приемлемой. Кроме того, Рахмон, конечно же, сейчас в свое родо выражает волю большого количества людей в Центральной Азии, в том числе в его стране, которых вот эта имперскость теперь не просто раздражает, а именно что злит. Как я писал в своем материале, 20 лишнего лет, а то и больше, Россия испытывает по отношению к Центральной Азии высокомерие. И вот это высокомерие уже сейчас становится неприемлемым для стран Центральной Азии, а война в Украине и нынешняя, скажем так, геополитическая слабость России дают возможность просто для таких словесных экзерсисов. Кстати, Вячеслав, напомните, что же он сказал? Он сказал, что не нужно относиться к странам Центральной Азии как к Советскому Союзу. Ну, то есть с каждой страной нужно работать отдельно. Правда, было это сказано, тут многие заострили внимание на интонации, с которой это было сказано, что, мол, это не претензия на самом деле, а такой лебезящий тон. Но надо сказать, что там многие не делают скидку, во-первых, на то, что президент Рахмон не так хорошо владеет русским языком. Во-вторых, есть некоторое впечатление, что, в общем, президент Рахмон, как бы был, у него был дополнительный стимул быть более смелым. Вячеслав, извини. Да, то он его давно уже потерял. То есть вот это как-то не учитывается. То есть все обязаны говорить на блестящем литературном русском языке. Если он говорит плохо, значит он, извините, как, в общем-то, все и говорят, значит он чурка. И, так сказать, соответственно, и мыслит он плохо. Ну да, собственно, я тоже об этом писал. Высокомерие как раз и заключается в бытовой ксенофобии, в бытовом шовинизме, что вот есть, значит, великий русский народ, который все дал, значит, Центральной Азии и не только ей. Соответственно, за это нужно быть постоянно благодарным, нужно преклонять колене. Как это говорили в советские времена, мы вас, звери, стоя научили писать. Да, 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 собственно, в грубой форме, но действительно так, значит, где вы были до того, как мы пришли, и посмотрите, в кого вы превратились сейчас почти в настоящих людей. Ну, вот это высокомерие, оно не просто становится раздражающим, оно становится хамским. А хамство здесь, конечно, не терпят. Все-таки при всех проблемах того же Таджикистана, например, в экономике внутренней, ну или даже во внешней политике, надо сказать, что все-таки 30 с лишним лет – это достаточный срок для того, чтобы страна полностью поняла то, как она представляет себе независимость и полностью уже, ну, как минимум, обозначила контуры своей истории, своей политики, своей культуры, своего языка, своего национального самосознания. Когда Россия пытается просто вот как бы нахрапом прийти и сказать, ребята, нет, все по-прежнему так, как было и там 35-40 лет назад, конечно, здесь это уже воспринимают с недоумением, включая даже, условно говоря, здешних русских. Давид? Вопрос, что изменится во взаимоотношениях России и стран Центральной Азии, и кто может выиграть от этих изменений Китай, Турция, Иран, арабские страны США, Евросоюз? Ну, конечно, могут выиграть, на самом деле, любые страны, которые будут просто вести себя по-человечески. Посмотрите на то, как себя ведет Эрдоган, который вот и так давно тоже приезжал в Казахстан. Он ведет себя с Казахстаном на равных, хотя, в общем, экономическая, там, политическая и военная мощь двух стран, в общем, сейчас несопоставима. Посмотрите, как там ведут себя условные послы США. Здесь даже на пророссийских ресурсах в Казахстане всегда публикуют новости о том, что там условный посол США в Казахстане поздравил, значит, жителей страны с праздником Науры, с днем этого весеннего равноденствия на казахском языке. То есть какие-то совершенно простые, понятные большинству вещи, которые, в общем, делают некий такой реверанс в сторону страны, ее культуры и ее жителей, они воспринимаются, конечно, гораздо более тепло, чем крики Марии Захаровой, как вы посмели. Ну и, соответственно, пока Россия не перестроится, или, по крайней мере, пока она не поймет, что нынешняя ее стратегия больше не работает в Центральной Азии, она, конечно, будет терять свое влияние день за днем. Вячеслав, как вы думаете, вот эта трагедия, которая произошла на полигоне, этот расстрел военных под Белгородом, имеется ли какая-то связь со словами Рахмона, потому что там тоже упоминается, что этот инцидент произвели граждане одной из стран СНГ, а вот уже там в пабликах и во всяких там телеграм-каналах, вовсю там, а, эти таджики и так далее, ну, со всеми эпитетами, которые мне не хочется здесь приводить. Ну, вообще пытались увязать между собой речь Рахмона и, значит, случившийся буквально там через сутки с небольшим расстрел в Белгородской области. Но я, если честно, прямой связи, конечно, не вижу. Во-первых, там вся история мутная. Уже вот радио «Свобода» нашло, значит, родственников одного из как бы стрелявших, которые сказали, что он там в принципе не мог оказаться, и вообще там совершенно все не так, как было. Другие СМИ, там, та же Астра пишет о том, что, значит, речь зашла о том, что Аллах трус, и это стало триггером большим. На самом деле здесь более широкая есть проблема. Она заключается в том, что все вот эти миграционные терзания российских националистов и так называемых патриотов, о том, что, значит, Россия для русских, они никуда не делись с началом войны. Они просто как бы ушли немножко в сторонку. Ведь если вы вспомните, то до войны вот этот образ врага, чужеземца, который пришел на нашу землю и отбирает у нас рабочие места, он дополнительно культивировался. Были какие-то скандалы, там, Бастрыкин, глава Следственного комитета, значит, бегал по общежитиям в маленьких городах и смотрел, кто там бутылки у подъездов не убирает, и почему это обязательно мигранты. Вот это никуда не делось, и эта история сейчас может просто одна на другую наложиться. Я не уверен, что в целом российская власть, тот же Совет Безопасности, каким-то образом будет объявлять там вендетту мигрантам. Нет, скорее всего, это так не будет. Более того, я думаю, что теперь негласно как раз-таки представители национальных меньшинств от греха подальше просто не будут мобилизовать. Тем более, что официально там мобилизация якобы скоро закончится. Но в любом случае, конечно, вот такие заявления Рахмона, например, они, скорее всего, каким-то образом срезонируют в виде, не знаю, там, ограничений на рабочие места для жителей Таджикистана. Опять-таки, может быть, не классным. Запрет какого-то экспорта и так далее, тому подобное. Мы с вами разговариваем за три часа, за два, с небольшим часа до Совета Безопасности, на котором в России, на котором как раз будет выступать Медведев с вопросами, связанными с миграцией. Там есть какая-то интрига в том, что дальше будет продолжение Совета Федерации. И многие говорят, что на самом деле про миграцию говорить не будут, а будут говорить про, значит, военное положение будущее или закрытие границ. Но вообще-то даже тема миграции, которая на этом Совете Безопасности наверняка будет покосвенно как-то проведена, она как раз и заключается, вот вся проблема в том, что проблемой миграции теперь занимается Совет Безопасности. Люди, там сидят Патрушев, там сидит Медведев, люди откровенные, ксенофобы. И они, в общем, как бы будут решать, что делать несчастными жителям Таджикистана из-за того, что их, значит, лидер решил дерзнуть Путину. И причем сделать это так, что это стало важнее, чем попытка Путина примирить Кыргызстан и Таджикистан. Про нее вообще никто не вспоминает, на самом деле. Да, то есть эта тема затмила все. Ну, кстати, вот с этими гражданами Таджикистана непонятно вообще, как они оказались на этом полигоне, как их могли мобилизовать, они же граждане другой страны, то есть тут совершенно вообще туман. Есть версия, что просто выдают, забирают паспортат от Таджикистана и объявляют о том, что они получат российское гражданство за участие в войне. Да, собственно, в общем, в России отношение к мигрантам трудовым, особенно из стран Центральной Азии, оно по-прежнему является таким полуфеодальным, такие как бы крепостные это, и отобрать у них паспорт под видом проверки, а в следующие там сутки перевести их на полигон, это на самом деле пара пустяков для структур российских. Я не имею в виду даже миграционную полицию, она, скорее всего, там как раз в этом случае просто умыла руки. Речь идет просто о банальной сцепке МВД, Росгвардии и военных. Вячеслав, ну раз уж мы заговорили о мигрантах, а что происходит с российскими мигрантами в Казахстане? Все помнят этот виральный ролик, как девушка из Кыргызстана записывала, что, а, кто там, бешкек не резиновый, понаехали тут, ну то есть вот такая ответка, то есть по всем пунктам. Что происходит в Казахстане? В Казахстане все более-менее стабилизировалось, как представляется. Ну, я могу судить в первую очередь по южным, конечно, республикам. Сюда постепенно доехала часть тех, кто собирается, ну, какое-то время переждать или остаться совсем. Другие, в общем, более-менее рассредоточились по приграничным городам. Но видите ли, в чем дело? Очень много сейчас обсуждают, в том числе в казахстанском сегменте интернета, что вот это заявление Путина в Астане о том, что скоро мобилизация закончится, оно для многих будет воспринято как сигнал возвращаться домой. И, скорее всего, большая часть мигрантов, ну, если не большая, то значительная часть мигрантов, которые сейчас осели в Казахстане, особенно в приграничных городах, скорее всего, они поедут обратно домой. Потому что, несмотря на все предупреждения со стороны правозащитников или независимых политиков о том, что ребята вас, скорее всего, обманывают, на этих простых ребят и мужчин, скорее всего, не подействуют. Они будут думать, ну, как-нибудь переживем. Сейчас будет призыв, а мне там 28 уже, на призыв меня не возьмут. Соответственно, там три месяца еще можно гулять, а потом, глядишь, и война закончится, там наши всех разбомбят. Вот эта логика по-прежнему здесь у многих россиян действует. И все. И люди просто поедут обратно. Люди хотят домой. Это желание по-человечески понять можно. С точки зрения социологической, это скорее интересный такой, видим мы, большой социальный эксперимент по перемещению людей по команде, скажем так. В целом, отношение к российским мигрантам здесь, ну, по большому счету, не поменялось. Оно как было, достаточно дружелюбное. Оно так и осталось. Просто есть там единичные случаи, когда там нескольких россиян за драку тут же депортировали в Уральске. Или есть история про то, что на каких-то россиян были нападения, ну, такой банальный гоп-стоп. Но это все пока выглядит как некая такая статистическая погрешность. Общее ощущение, что в целом казахстанское общество россиян вот этих приняло. Если эти россияне захотят уехать обратно, ну, в общем, хорошей дороги. Если они захотят тут остаться, найти работу, социализироваться и так далее, как говорится, you are welcome. Мы всегда рады новым мозгам. Если, значит, они захотят поехать куда-то дальше, вот у меня сейчас, например, живет знакомый, который ждет сюда семью, чтобы потом с ней поехать жить в Найланд. Вот. Ну, то есть, хотите вот здесь соединиться и куда-то дальше поехать, пожалуйста, Казахстан в этом смысле очень гибок к приезжим. Спасибо, Слава. Спасибо. Спасибо большое. Вячеслав Половинко, Новая газета Европа. Наша программа подошла к концу. Вели ее Александр Гурарье и Давид Эдельман. Всего доброго. До свидания. Спасибо, Слава. Спасибо.